Чем быстрее наши реакции, тем быстрее наши, тем всегда будет интереснее наполненная наша внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь у вас будет, да, это все внутренние монологи, которые у нас идут в каждую минуту. Я сейчас с вами разговариваю, а в колене у меня уже накапливается огромное количество мыслей, которые никогда не делаются, они со мной. И так же, когда мы на сцене, мы все время у нас есть этот внутренний монолог. Иногда мы можем говорить один текст, а другие совершенно другое. И чем быстрее они, эти внутренние монологи, внутренние идеи, они в нас переключаются, тем интереснее нам нужно смотреть. Поэтому даже такое самое скучное может быть задание, как вы произносите имена, требует от нас исключения, требует от нас реакции, несмотря на много обстоятельств, которые нам мешают сосредоточиться. Нам не дали время, чтобы выучить сейчас, познакомиться, это нужно делать сейчас, очень быстро включаться. Поэтому наша реакция, это ваше одно из основных оружия. Когда вы выходите на сцену, это еще и визуальная картинка. В каждом спектакле, в каждом отрывке, в каждом утюге, который вы делаете, есть еще и динамика вашего визуальной картинки. То есть, как мы стоим, как мы находимся по отношению к партнеру, который мне нравится, которого я ненавижу, как это будет считывать зритель. Поэтому всегда введите в виду, что актеры, это не только душой работает. То, что вы все способны здесь, и в алате вы, и в этом нет сомнений, потому что вы уже куда-то поступили, и вы получите. У вас какие курсы? Раз, четвертый, пятый. Второй, третий, пятый, пятый. Седьмой. Ты медицинский можешь? А что, где? Нормально. Вы из агнений? Прекрасный. Вот, значит, то, что вы талантливые, вы способны, мы в это вообще не везем. Вот у вас отобрали мастера, вы имеете право учиться на эту прекрасную... Это режиссер или актер? Это режиссер или актер? Есть режиссер? Да, есть. А? Есть режиссер. Да. Ну, вот, за режиссеров я, значит, не отвечаю. Мастер-классом. А то, что в актерской профессии, это обездано. Уметь использовать какие-то технические вещи, которые есть в этой профессии, которые нам помогут выгодно представить себя или произведение, которое мы играем на стекле. Вот визуальная составляющая, про эту ситуацию сбывает, особенно в русской школе, к сожалению, это очень важный элемент. Как динамически воспринимается человек, который идет слева направо, и как эмоционально будет отвечать, если он с этим же наполнением пойдет справа, налево. И как мы расположены в новинке сцены, и как видны на зрителям, уже не говоря о том, что актеры всегда должны быть видны и слышны. Вот, поэтому эти вещи, которые нужно пользоваться. И, значит, я сейчас пьююсь с вами тем, что наработали сама. Голосовать всю секунду, это когда люди начинают говорить в одном регистре и в одной тональности с партнером. Когда, особенно если театр большой, то они должны слышать и чувствовать окрас звуковой. Поэтому всегда старайтесь, если партнер говорит в одном регистре, старайтесь немножко сдвинуться. Тише, ниже, нервнее, лучше, тише. В зависимости от ситуации, но при условии, конечно, что вы не будете рушить вас в пьесе и рушить сам смысл. То, что волнует вам. Еще мои самые проблемы, когда очень какой-то волнительный ответственный киньерный спектакль. И это очень полезно. Прямо защищаться, это означает, что вакуумки не оттуда не зависишь. Это четвертая стена. Это заполоченная четвертая стена, которая есть в театре. На самом деле, что делаю я для того, чтобы пересмотреть, потому что за этой стеной сидят зрители, сидят эксиминаторы. Это всегда будет каждый спектакль, это экзамен, будет по жизни для самой песни. И забыть о них, вот, хотя бы, на эти два-три часа, пока этот спектакль. Я. Это вам пригодится и сейчас, когда вы делаете спектакль, и тогда вы будете делать ответ. Я ее заполняю, я ее визуально суббищу. Вот, допустим, если это, например, три сестра, то я стена, я ставлю окна, пишу на них шторы. И она у меня все отсуткана из очень компетентных деталей. Мы можем смотреть эти окна, там лес. Поэтому, когда я смотрю прям в зрительный зал, кому-то это мешает. Я знаю артистов, которые любят вот так вот память. На зрительный зал. Я это не люблю, и очень... Ну, и не люблю, когда смотрю спектакль, когда я вижу, что автор со мной заботит ничем. Это самая цениловка цениловка. Потому что я считаю, что мы должны втягивать зрителя в свой мир, а не... В заводительный. Да, и не подносить ему на выручки. Они должны знать, что они пришли в театр. Что театр это не 3D-развлекательное кино, это совершенно другая индустрия. И по форме здесь, например, предложено. Они пришли работать. И они обязаны работать. Иначе в нашей профессии не делится им все вообще никакого. Вот. Поэтому их очень интересно втянуть в этой эпоху. В своей жизни. И они втягиваются. Когда эта жизнь напомнена, все прекрасным образом происходит. Вот. Поэтому я очень рекомендую, когда вы чувствуете, что вам страшно. Что вы отвлекаетесь, что вы даже не знаете, как сделаете себе этот мир. Сознайте его очень детально. Какие могут быть у вашего героя обуви. Какие цветы и так далее. Что он видит вокруг. А если меня так надо, что он видит. Это будет пространство. Вам сразу так спокойно. Еще одно правило, что вас любят. Это я вычитывала книжки Интон Перпо, которая писала, что мне перед каждым спектаклем трескли себя ноги Абстраха. И она стояла в голове, и она в туристу говорила, что я люблю Абстраха. И это на самом деле факт. Это представляет, что старость любит, которые все равно такие и в задних спектакле есть. Поэтому сразу прибавляется силы и тоже сразу выходит страх. Вот это, вы знаете, когда берешь палец, число тоже уходит. Вы знаете, как снять волнение на... Нужно очень, очень, вот эти вот большие пальцы. Когда как-то там, я не знаю, не смогу вам это медицински объяснить, но как-то так и сам это действие, конечно, в системе, что лишний такой дрифлер, лишний волнение уходит. А когда пересыкают... Это центра энергии. Частернулись. А когда пересыкают в горле и в арту. Что надо делать? Мусить в кузы капли. Да, в кузы капли. Мусить тоже очень помогает. Сразу хорошо. Только очень людям все заполняется... Либо пересыкают в лимон. А? Лимон пересыкают. Либо пересыкают в лимон. Вот видите, спасибо вам, я на это не знал. Я знаю, что бывает в разном случае. Конечно, если ты напиваться, то не получишь. По центру... Ну, если тебе будет все нравится, конечно, но тебе отдам будет... Тебе страшно, точно не будет, и тебе будет хорошо, но не факт, что это хорошо испытать другие зрители. Да. Есть зрители там? Да. В лимон. Далее, в лимон. В лимон. А на этом уже доказано, что он мне помогает. Правильно, что лимон помогает. Это просто. Сейчас, как вы догадали вообще, что это наоборот влечает. Да? Да. Если так. В лимон. В лимон. Я в тёплый чай, ложка коньяк, потому что мы выбили эти вещества, они демизируют тесто ненадолго. Ну, это такое для меня такое в театре. Ну, ложку, где мы обогреться. Вообще, конечно, я вам советую, вы сейчас в самом начале пути, счастливые и свободные, я вам завидую. Конечно, советую, потому что вы сейчас кончите институт или училище, и, в принципе, в театре никто от вас требовать не будет. Не поддерживать свою физическую форму, не поддерживать свою целую связку в форме. И это так или иначе, а потом вы все поженитесь, у вас появятся дети, и так или иначе это всё как-то растворяется, исходит на ней в профессии. А на этом мы снова на себя профессии, быть в форме. А тем более вы вступаете в совершенно другое время. Там вас учат мастера, которые, я не знаю, если это мастера уже больше среднего возраста, но я не знаю, как изменилось время. Им кажется, что есть такое классическое понятие русского репертуарного театра, где нужно заниматься душой. Душой нужно заниматься обязательно, но, к сожалению, такое жестокое время и культура с бешеной скоростью все больше и больше отходит на задний план. И чтобы нам выжить в этом времени, нужно быть такими мультифункциональными. Мы должны хорошо видеться, мы должны владеть голосом, мы должны петь, мы должны еще при этом быть хорошими артистами. То есть еще иметь все драматические способности. Поэтому я вас призываю, просто всегда держать в голове, что потерять на них все навыки, которые вы сейчас вкладываете в мастера, их очень легко. Берегите. Теперь давайте, мы с вами так долго знакомились с вами, но я рада, что мы познакомились с вами, но мы никуда не спешим. У меня останутся вот эти впечатления, и у вас наверняка тоже. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте задавайте. Если нет вопросов, что-нибудь попринимайте. А есть у вас САЖИ? Ну, вообще надо сделать так, это биться и рубиться нужно до последнего, чтобы каждая роль была любимой. То есть пока вы в институте, конечно, у вас право бонусы. Не сильно, наверное, может. И сейчас пока в институте рад знать лучше, что вам нужно, в отличие от вас. Вам кажется, что вам этого не нравится. А это может быть свое-нибудь преодоление, которое очень много вам даст и умеет вас любить совершенно положительную сторону. Чем больше вы будете захватывать разные роли, которые нравятся, тем серьезнее у вас появляется школа, в которой вы будете играться. Поэтому любимой роли быть не можете. Потому что все роли, и не очарательные каких-то персонажей, я могу смеяться, иронизировать по их поводу. Знаю же, в последнем спектакле, Женя, я ролик, в первую очередь. Она никак на меня сочувствует, не вызывает никак, как человека. Но я ее люблю, потому что она такая идиотка, и уже ее так испытали родители. Она жена от чудовищного мира, этой ситуации. Мне не жалко, потому что я бы на ее месте, конечно, поступала по-другому. Но тем не менее, конечно, и люди тоже обязаны от любого храню. Поэтому не разрешайте себе так городе. Как вы создаете персонаж с телеканами? Например, есть такие моменты, когда боитесь и чувствуете, что вам надо еще сантазии, которые имеют в театре «Чувствовую стенку». Что тогда, если не страх? Я, честно говоря, не очень компетентно говорить про тему, потому что я не рада вам так и не постигла эту профессию в том объеме радости, которое у меня есть в театре. А почему я вас так призываю? Я знаю, что площадка – это самое, должно быть радость на свое место. Потому что есть этот момент дыхания. У тебя есть время, чтобы подготовить роль, понять все проблемы и места, задать вопросы, общаться с людьми, которые могут помочь в этой роли, читать книжки. Обязательно вам просто приказывают – идите в музей, читайте и слушайте музыку. Обязательно. Потому что неопроцентные актеры – это страшнее некому. А в кино где-то и возможности есть. Даже репетиции случаются очень редко. Поэтому, в принципе, я, так как знаю только эту профессию, я начинаю использовать все же самые вещи, которые я придумываю в театре. Я также готовлю скролли, если у меня удается есть время, и также обживаю это пространство. Иногда в кино проще. Если хороший художник в кино, и придумывает у тебя хорошие костюмы того времени. Если хороший пример, у тебя будет хороший паник того времени. Если художник тебе создаст такую атмосферу, то ты уже автоматически, как ребенок, попадаешь в машину времени куда-то. И это очень серьезная бумага, естественно. Есть такая реальность. Она в этом смысле бумага. Скажите, как вы работали над персонажем? Вы искали прототипы, да? Или что-то придумывалось? Да, это была очень интересная работа. Потому что мы начали репетировать в Москве. Очень репетировалось. У нас была какая-то темп, где-то недолгие. А после этого мы уехали с Ростова, вот в эту дюре. И пожили там, по-моему, недели или сколько-то, или десять лет. И приехали и поняли, что все, что мы репетировали, это все абсолютно не было. И не отношили к этому спектаку, на котором мы решили. А дальше начался процесс профессионный. Причем на каждой аппетите, брали такими круглыми мазками сразу все отрывки. И это было очень полезно, потому что сразу настраивалась какая-то структура персонажей. Мне было сложно, потому что у Василия Макарча женский образ был достаточно одинаковый в каждом размере. Была такая большая женщина, которая грудью наваливалась куда-то. И говорила, я тебе не согрел сковородкой, а тут она еще согрел палочником, а тут еще чем-то. В общем, выбор был такой, кроме не моей сестры, и все остальные женщины были такие крикливые, мощные. И поэтому мы начали придумывать, как это изменить. Режиссер у нас был в 3 сообщения в СНД. Огромное счастье работе с таким режиссером, как Рава Сленнинс. Он сидел и ударил. И просто смотрел. А мы там копались сами с актерами. И только потом мы уже начали подключаться. И требовало от нас абсолютно джазового существования. Это уже был быть ансамбль. Как, может, мало было. Никто не имел права на лишнюю паузу. Звуковую и так далее. В общем, там есть один рассказ. И я играю с сестру. И я играю с сестру. А еще 10 разных рассказов в течение одного спектакля. Это ты пулей полетаешь за сцену. И можешь не вот так, а переодеться уже как Райкин. Но в образе просто выйти. И для этого нужны были приспособления очень точные, очень быстро надеваемые. И я смотрела у Тима и Нарштейна «Сказка-сказка». Там есть такой эпизод, где мальчик ест яблоко в силу моего родителей. Папаша пьет пиво, а мама вот в этой шапке с шапками сидит. И это очень подарок. Папаша, я просто решила забрать у нее эту шапочку. Сказала об этом Аллу. Слава сказала категорически «нет». Какой ты у тебя сестра, у тебя белый кабинет. Ты вообще такая шапка, не выдумывая. А там еще есть такой текст, что ее рыжая гриба взлетнулась. Она еще рыжая была в самом рассказе. Потом совершенно случайным образом, каким-то фантастическим образом. Я была, почему-то я оказалась в Голландии. И зашла на филаршированный рынок и увидела там эту шапку. Эта шапка стоит 3 евро. Такая вот такая потрехная. И сам настоящий. Наверное, не помню, а в нашем детстве очень... Вот у моей мамы, когда там были все шапки, она сказала, что не хватит с недорого. А? А ты же есть фотография. Да-да-да. И женщине было удобно носить шапку. Я не хотела шапку отходить в детстве. Вот я нашла шапку. Начала как дядя. На каждой репетиции я выступала. Она смотрела с ними и говорит папку. И в итоге он любил этот шапку. И он родился. А мы наоборот. И потом думала, что у нее очень очень... Потому что она, девочка была из Петербурга, больная. И чухотка, и с педеракулез. И я думала, что у нее такой стрижный бовик. И надевала парик. А под парик забывает, как улетали голову. Чтобы короткие волосы не сходили на голову. И я на первую репетицию надевала этот парик. Он говорил, бери, ну нет, попозже, бери, нет, попозже. Я так довела практически до премьеры, пока однажды, прямо на репетицию, он уже сделал замечание, не сняла этот парик во время замечания, когда он говорит что-то. И вдруг он увидел эту голову, которой уложена была под этот дурацкий парик, который я с таким упрямством надевала. И вдруг все поняли, что вот она, пионерка, оказывается, спряталась под этим лоприком, и вот она, и я вдруг вышла. И только сюда, в король, два красных бантика маленьких, и получилось прямо вот так раз, и собралась. Короче, я с тобой. Смотрите, а вы как думаете здесь, скажем, живому человеку? То есть это такой невозможный сериал, как он думал? Да, вообще, на самом деле, это тоже один из помогающих эффектов, когда на своего персонажа сажаешь зрительный зал. И он у тебя, во-первых, сразу выживает, и ты с ним в связке, потому что он сейчас сидит и смотрит при себя спектрами. Сразу в уровне ответственности подсказывает зрительство, а с другой стороны уровень свободы, потому что главный зритель у тебя в зале, и ты сам их охраняешь, собственно, и тебе никто это решение не может. Да, конечно, безусловно, это собирательный образ. Но, конечно, это живое человеку, за которым очень нежелало и горело. Можно вопрос? Да. Что вы делаете, если ваше представление о роли в форме расходится, действительно, режиссер? Ну, в театре у меня не было никакого участия. Ну, бывает, бывает. Ну, и если мы говорим в форме расходится, если это расходится на первой репетиции, да, то это даже не обсуждается. Нужно пройти, ну, нужно пройти какой-то этап, все-таки для того, чтобы понять, что это невозможно за первую репетицию, понять, что это режиссер. Так же, как он не может. Вообще мы тебя не сталкиваемся с этим сюжетом, что ты вроде бы говоришь на русском языке, вроде бы, вещи, которые понятны. И на тебя смотрят, и попел, и режиссер, и вообще не понимаешь, что ты их вещь ведут так же, как ты. Тебе не смеют на русском языке, вот твоем родном, ты не понимаешь. Я считаю, что честнее, конечно, оказаться от роли, если ты прошел весь вопрос внедрения, знакомства, и, по-моему, через месяц репетиции ты понимаешь, что это не твои. Не то, что не твои, но твои, это другое. Не твои, это не твои, это интересно. А то, что не твои, это как раз интересно. Если ты смысломой восходишься, если там режиссер говорит, пропагандирует воины, а ты категорически не хочешь это пропагандировать, ни в каких видах своей работы. Например, я сейчас утрею. То, конечно, лучше что-то делать. Но самое страшное, что может быть, я таких коллег очень не люблю. И всегда их подважно к тому, что они не шли в стектакль, потому что они разрушают атмосферу, и это равнодушие. Вот это вот, пожалуй, можно биться, кричать, повышать голос, потом извиняться, придунуться к этой работе. Но когда появляется равнодушный партнер, который вообще все против был, это вот здесь, потому что потом служба, этот театр, его взяли, вот он сейчас пришел в эту бьесу, интеграция, то, что это можно застрелиться. Никогда не будьте сами такими, и, в общем, будьте бдительны, если такая бацилла появляется в вашем окружении. Однодушие в нашей профессии – это самое страшное, что может быть. Это значит, профессия здоровья. Ну, это значит, этот труд можно только хранить. Скажите, пожалуйста, что вам, я хочу спросить вот про то, как вы сейчас учили в мире. Потому что вот, во-первых, спасибо за то, что вы не поздравляли сегодня. Во-вторых, я очень, ну, мне замыла, когда появилась речь, так, деля эти фестивали, вы просили нас поддерживать друг друга, потому что мы, наверное, на территории. Мне кажется, вот, ну, глобально, разным, что происходит в нашей жизни. Ну, вот, у меня сейчас на него очень отзывается то, что вы говорите о том, как вы сейчас с нами разговариваете. И как вы чувствуете, мы проживаем сейчас, или есть возможность в ней жить? Мне кажется, это машет рука на самом деле. Все вместе никто за нас в этой жизни не сделает. Все иллюзии. И мы можем сделать. Я, например, хочу жить в таком мире, в котором я хочу. Я не хочу подстраиваться под те вещи, которые мне диктует социум, улица, другие люди. Я не хочу, я хочу, я хочу, и я верю, что это возможно. Я хочу жить в таком мире, в котором люди не боятся смотреть друг другу в глаза. Люди не боятся здороваться. Люди не боятся помогать друг другу. Не боятся ошибаться. Не боятся ошибаться, да. Я это знаю, что... Просто я вас заклинаю, это всю жизнь. Знаете, что у каждого из нас есть это право на ошибки. Право. Как бы вам больно не было, как бы вам казалось, что вас обижают однокурсники, или, может быть, даже, наверное, учителя, а потом, например, режиссеры и коллеги. Другая правда, режиссеры, бывают режиссеры, которые только вытереть на себя ноги и понимают, чего они хотят. Мы всегда должны знать, что это наш этап. Ошибаться. Всего жизни дальше. И ошибаться в профессии в первую очередь. Вот. Поэтому, мне кажется, без поддержки, а это такая у нас тонкая материя, чтобы театр вообще. Видите, зрители, которые любят театр. Их такой ноль-ноль-ноль там чего-то процента. Все остальные будут смотреть, не знаю, дорожные потрули, если есть это как раз. Все остальные будут. Человек так устроен, что ему легче делать плохие вещи, чем хорошие. Но он так устроен. Потому что на этом меньше силы затрачивается. Поэтому это все культивируется в нашем обществе, в нашем телевидении. Люди, которые хотят заработать на наших слабостей денег. Поэтому там увидеть и соотнестись с тем, что нет у нас героев. У нас все герои, там все звезды. Они все плохие. И людям это намного приятнее. Потому что они сразу понимают, ура, я я не такой. В этом смысле, конечно, профессия уникальна. Что мы не говорим. Театр это такое место, где все равно врачи не слушают. Это так. И я это знаю, потому что я работаю в этом модуле. И я вижу ответы в реакцию. У меня бывают обратные связи. Зрители, у меня есть письма, которые я получаю. Да, конечно, это не будет там столько на церковь или третий. Никогда в жизни будет. И это не будет в наших внуках. Потому что человечество не изменится никогда в себе. Тем не менее, это все равно же место, где можно создать этот мир, в котором мы хотим жить. День с вами. И никто другой тебя даже не имеет. Если вы гоните дезертоваться, то мы перейдем. Вы гоните дезертоваться, то мы выйдем на улице. И пойдем в школу. И еще что-то. А в конце концов создадим свой цвет. А в процессе, в процессе, в процессе, в процессе. Есть вопрос. Это талант или лечность? Талант или лечность? Что такое главное? Да. Любой талант или лечность. Это приорит, это формула. Талант, не будучи личностью, быть талантом не может быть. Да. Лечность, да. Лечность, да. Лечность, да. Лечность, да. Ну, это не тоже хорошо, а хорошо. Там, где можно было делать союзный инфекция. Скажите, пожалуйста, а как вы сочетаете работу с Москвой? После закона это нужно работать, то есть много времени занимать. Или это семья делит. Ааааааа. У вас дети ? Да, мы с мамой не видим. А сколько им кто-то ? У меня мальчик. Ну, и два странines года. Я хочу пример, ну, сколько мамы в России не знаю. А сейчас с мамой ? сейчас мы с мамой заводчиком приехала на сессию вот мне странно а вы в каком квартире какие-то заходы вот мне интересно как это сделать на самом деле ну попытаться же можно все же возможно вы можете маму сюда с ребенком привезти и поселить их какой-то здесь можете попытаться здесь что-то понимаете будете счастливы выбраться если вы не реализуете вот эту свою мечту вы стремитесь к ней хотя бы не сделайте какие-то шаги вы будете на ней потом себя корить и наверное это будет отражаться на них да тем более там верно мамы твои не брошены не знаю я сейчас не хочу давать советов а вы как это знаете а да да я всегда стараюсь объяснить что есть работа есть театр когда они уже постарше они просто ассимилируются они как крыло в воде ходят здесь по этим театру посидят за кулисами на руках вообще этот мир он уже для них становится и есть что он на 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 и Если как-то у них возносится, то и так же действует. Потому что ничего не будет. Убегайте от страха. Страх будет на всю жизнь всегда в каждой ситуации. Три качества, два, три, три качества, которые нам решают в жизни. Страх, ревность и зависть. 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 Да. Вот эти приказства, которые нас всегда будут отрядить. Примемитер вперед. Как только одно из них может возникать, и всегда будет отказываться нас. Потому что они не дикоперспективны, не нацелены на движение. Скажите, а вы решите для актера? Вот столько возможно, как вы себе? Мечтать. Иметь и не доделывать. Мечтать. Притерять это качество для контраста. Вы всегда заделываете, всегда мечтаете за вами. Не варить вашей лицей, как я уже сказала. Наверное, со мной каждый из вас должен сказать, можем мы жить в этой профессии или не можем. Если мы можем без нее жить, в общем, ходить где-то у кого. А если мы не можем без этой профессии, мы не поняли, что я обязательно жить не могу. Вот так вот, чтобы заслаждать свою жизнь, чтобы понимать ее. Тогда, конечно, надо бросаться знать, что вас будет ломать и так все это. И это все ломание воспринимается всегда с радостью. Потому что это часть. Других путей не бывает, ни у кого. Ни у кого не было другого пути, чтобы они вышли и их сразу как-то излили сюда в главную роль. Каждый из нас проходил черные этапы, светлые этапы, черные этапы, светлые этапы. Потом, когда появится какая-то пресса или элита, вас будет вскидывать, кидать, вскидывать. Это все будет происходить помимо вашего воли. Все уже будет другая жизнь, которой тоже надо быть готовым. Ну и, наверное, все-таки чутки не закрывать свою трону, не зашивать его, не прятаться. Потому что проще, но на самом деле, да, если вы не поздоровеете, не... И так мы покрываемся в такой корпусе, как на завтра. И если реагировать на что бы то ни было, а равнодушный актер, я скажу, это самое страшное, что может быть. Вас не будут трогать уже ни ваши герои, ни ваши зрители, уже ничто. Ну, скажите, а ранее в вашем теле общество были ли у вас какие-то безнакиения, то есть, вероятные именно, почему? То есть какие-нибудь можете довести подвести к своей зрительной? Значит, первые четыре года моей школы я училась в детстве. Начинается с того, что, при том, что вы наверняка воспользуетесь, у вас есть много людей, которые живут в ней дома и уничтожены. Начинается с того, что с утра лечка было есть, нужно было идти в китис, там нужно было спать на спать в каких-то лекциях, потом приходишь на мастерство, делаешь свой отрывок, садишься в центр. Вот почему я вас призываю, потому что у меня такой страх был перед площадкой очень долго, потому что, когда я заезжаю в центр и весь курс включая постырок следился на проте и колорез. Ты глобая, нет она глобая, нет, хуже вообще, у тебя нет, у меня все 20-80 сетев, у нас было 20-40, у вас был 20-40, у нас было 20-40, у тебя хуже нет, хуже не может быть, ты был первый, едешь домой, и ты понимаешь вообще, что ты здесь делаешь в своем городе, и почему ты тебя оторвали от мамы, если сейчас нет вообще. И пока мне не произошло этот переворот, я думаю, ну да, вот так, вот хуже меня нет, но я очень хочу это помочь и это сделать. Сказала торгогател, я верю, потому что я хочу верить, я хотела верить, потому что это мне поручено. И так, все, сейчас я стяну и опять придет, и вдруг что-то такое сомкнулось, я стала не бояться делать этюды, потому что я уже ничего не ждала и я знала, что уже меня нет. И за счет торгогател, я стала набирать обороты, очки, во-нах, это более легкая какая-то уверенность, а так, все это время это, конечно, была сплошная аминутность, которая очень мешает, на самом деле. Я считаю, что у актера, особенно, нужно, наоборот, всем сыром, и даже если я это не даю мастера, то никогда не давать студентам, и должны стараться однажды усилить, поддерживать вот эту вот легкость и уверенность, что это зона счастья. Все, вы туда выходить не боитесь, мы никому не сдаем отзыва, никто, чья жизнь от наших выходных на эту площадку не займет. Мы должны получать наслаждение. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Учиться куда? Я два раза ездила. Я сначала ездила в лондонскую школу, а потом ездила в королевскую школу. Как вы делаете, что вы делаете? Никак. Я просто показывала безумношенники, и потом высылаешь свои видео про ролики Андрюков, которые у него есть. И они посмотрят, и сами тебя спереди. У меня был прекрасный педагог Энгри. И вот в королевской школе идти. Это было совсем счастье по целому роду взрослых. Почему ты учишься? Нет, я училась Шекспира. Это был шекспировский курс. Курс был только про Шекспира. Со всеми основами актерской профессии. Там, например, я узнала, что такое техника Александра. Это такая техника. Которая была для человека испанец, который потерял голос в таком защите винасти. И он был совсем связан с нашим органистом. Как Заша Атинберсунецей. И я делаю на нашу гаданье и так далее. Это такая техника, которая вся осознанная на достижении тела. И на то, как тело соединено с нашим инициальным аппаратом. Удивительная школа во всем мире так уже воспроизведена, как сестерка Станиславского. Что до России, по-моему, так. Александр Техник. Дедя можно снять. Будет возможность. Дедя можно снять. Пока... Не знаю. Я слышала, что у вас тут тоже куда-то хранится. Но пока не знаю. Но это вот такие уроки добавят. Это такое серьезное достижение. Есть. А сейчас вы будете играть в украшение стратегии? Украшение стратегии может быть. Скажите. А в интерфейсе не всегда. Знаю, что происходит. Украшение стратегии. Украшение стратегии. Украшение стратегии. Спасибо.